всем здравствуйте с вами я комарачи и в этом видео я бы хотел обсудить такую интересную тему вопрос как бы порассуждать подискутировать бьет ли рыба когда вы ее вылавливаете тянете потом максимальная нагрузка снасти усталости рыбы и все в таком же духе насколько это все проработано как это все реализовано и есть ли это на самом деле очень такой вот вопрос щепетильный да вот по этому поводу но 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 убьет ли рыба что это я называю сейчас я вам покажу вот когда вы тянете у вас получается вот шкала это сила рыбы она у вас может прыгнуть в определенный момент вы тянете тянете не путем на раз и прыгнула там на пол сантиметра на сантиметр это то есть удар я называю я думаю кто ловил на настоящие рыбалки те понимают что это такое то есть вы ловите тянете тяните рыбу и резко так хоп она бьет вам по удочке то есть она разворачивается делать какой-то маневр под водой под водой в воде и естественно вам тяжело становится удочка сгибается удара рыба бьет здесь а такое есть по крайней мере я наблюдал вот напишите в комментариях было ли у кого-то такое или не было или может быть типа я придумываю может быть у меня было я тяну дотягиваю практически до красной зоны и в бах удара рыбы у меня залетает в красную зону и естественно все у меня рыба не ло то есть она не вылавливается написано что срыв рыба сорвалась и такое было неоднократно естественно по разным видам рыбы как я понял это случается реже то есть зависимости от вида рыбы также усталость что я заметил тоже вид рыбы чем то есть не обязательно может быть там крупная рыба но она может уставать быстрее вы ее начинаете тащить она устает в ее ближе к берегу подтаскиваете а может быть рыба помельче но она допустим устает дольше и вы с ней больше возитесь у вас больше с ней мороки тоже заметил есть такая штука но самое опасное я думаю это вот удар надо понимать что когда вы вываживаете рыбу у вас вот шкала которая вот здесь на грани вы сюда затягиваете думаете сейчас я там отпущу кнопки или там палец то все у меня то есть шкала пойдет на спад я там успею дотяну все будет четко и может в этот момент как был у меня хопа удар быть рыбы и получается вы рыбу свою профукали вот здесь нужно относиться с очень такой осторожностью знать примерно какой вид рыбы ловите понимать сможет ли это рыба что-то противопоставить против вас или же нет если вы знаете что это рыба бьет но это уже потом вы поймете когда она ударит пару раз и вы потеряете свой трофей тогда уже начинайте не до конца практически подводить или красной зоне на чуть меньше пусть она ударит ничего страшного вот такая вот штука я такой наблюдал кстати кто скажет допустим люди могут сказать я не знаю я придумываю пинг и так далее может интернет там плохой до компьютер компьютер отличный интернет нормальный по крайней мере для рыбалки хватает вообще вот полностью с головой пинга интернета это то есть не знаю может это чисто у меня так ну лагов не знаю меня лагов не бывает intel процессор 8 ядерные поэтому ну блин тут уже грех жаловаться что здесь какие-то лаги просадки могут быть я это все списал на то есть маневренность рыбы на удар рыбы и скорее всего это так и есть хочу заметить я же говорю что это не со всеми рыбами с рыбами а только с определенными какими-то видами это их пока не сильно много ловил но бывает такой то шоколад бывает прыгать такой попрыжок какой-то или как резко так она хоп ускоряется есть такая ерунда потом нагрузка снасти очень интересный момент тоже вот вы покупаете снасть я в каком-то видео тоже говорил что к примеру делите на два но люди меня могут неправильно понять некоторые скажут а все вот я на 40 купил значит я максимум на 20 килограмм будет еще нет дорогой неправильно или дорогая вы неправильно понимаете да вы будете вытаскивать и на 25 и на 30 килограмм даже можете вытащить и больше даже если у вас будет там подсак навык характеристика еще там что-то вы вытащите там и на 45 килограмм рыбу дело не в этом вопрос совсем в другом без проблем вот я как сейчас таскаю плотву то есть вы понимаете что я как бы могу на шкалу даже не смотреть я таскаю таскаю плотву но вот так вот чтоб таскать делите на два это вот я грубо говоря вот вам делите вот сорокетку купили вы делите на 220 килограммов 20 килограммовую рыбу вы в принципе должны без труда вот так вот таскать но тут тоже не все так просто потому что каждая рыба обладает своей силой какую-то вы сможете проще таскать как с какой-то придется немножечко там повозиться тоже это надо все понимать и знать но это уже придет с опытом это сто процентов я уже понимаю что не все так просто если купите понятно там на 70 там на 100 килограмм все все будет отлично будете выловить также рыбу будет все у вас хорошо и вытаскивать вы сможете на 35 я вот этой снастью своей я вытаскивал черепах на 4 килограмма хотя вот удочка у меня на 5 я вытаскивал окуна окуня на 4800 или там на 4900 практически то есть да вывозите с рыбой она у вас плавает она вас бьется вы ее дольше тяните ну то есть мороки много но вы рыбу уж вылавливаете вылавливаете и все у вас замечательно здесь все точно так же а то просто вдруг некоторые подумают что вот герман сказал комарачи деле на 2 вот значит все двадцатка это мой потолок нет так так работает только в русской рыбалке такая ерунда там даже на она больше чем на 2 делить там покупаешь снастью от смело на 2 режь он больше ты вытащить рыбу там практически не сможешь а здесь нет здесь сделано по уму действительно как это и должно быть от разного от разных видов рыб разная борьба получается разное вываживание все тому подобное пишите в комментариях что вы думаете по этому вопросу потому что думаю тема очень интересная в этом плане кто встречался вот с такими получается рыбами которые могут неожиданно там ударить до маневрировать лавировать еще вот показывать всячески все свои водные навыки чтобы их рыбу не поймали не вытащили пишите в комментариях кто еще там что тоже знает об этом тоже напишите будет полезно людям почитать да и сам тоже прочитаю для общего развития поэтому я думаю все этот чтобы все было четко нужно этот обсуждать вопрос думать как-то насчет этого и логически то есть мыслить я такое видел я понял что здесь это есть и это очень круто это интересно это какой-то вот азарт надо немножечко прикладывать мозги надо думать потому что если бездумно просто тупо ловите так не получится и все это правильно я считаю с вами была камарачи пишите комментарии давайте дискутировать на эту тему также ставьте большие пальцы вверх и всем не хвастань чужие больших трофеев пока